Аллилуйя! Бог в благ, друзья! Амэн! Он добрый, любящий Отец! Его любовь доказана для нас, и слава Богу за то, что Он это сделал, потому что если бы Он этого не сделал, я думаю, что все бы мы сейчас были не на этом месте, а на каких-то своих путях ходили, скорее всего, не совсем добрых и хороших, но Он добрый Бог. И сегодня, друзья, я хочу поднять одну интересную и, на мой взгляд, актуальную тему. Я думаю, что многие из нас, если не практически все, знают, что такое контекст. В переводе с латинского это слово значит «соединение» или «связь». И когда мы с вами читаем Священное Писание, мы научены, что надо обращать внимание на контекст, надо обращать внимание на связь между стихами. Но следует заметить, что почему-то не всегда мы это делаем. Как правило, это приводит к определенным проблемам непонимания Божьего замысла в целом и непонимания Божьего замысла для конкретной ситуации. Но существует, друзья, еще и другой вид контекста. Этот контекст называют ситуативным. Он вмещает в себя социальные, культурные, политические и исторические аспекты. И для нас с вами также очень важно понимать этот ситуативный контекст нашей жизни. Потому что если мы не будем с вами этого делать, то мы будем строить нашу жизнь в отрыве от существующей реальности. Мы не будем понимать, что Бог желает для меня в данном, в конкретном времени, в котором мы с вами находимся. Давайте мы в общих чертах попытаемся понять контекст нашей с вами жизни. Я не ставлю своей целью рассматривать все аспекты. Но хочу обратить наше внимание на то, что существующая ситуация в данном времени, она влияет на лично каждого из нас, а также она влияет на нас, как на сообщество верующих людей. То есть влияет на церковь, на общину. Смотрите, друзья. Во-первых, стоит отметить, что статистика показывает, за время пандемии церкви потеряли порядка 20% людей. Многие ушли в полный онлайн, из которого так и не смогли выйти. А некоторые люди и просто вовсе отпали. Во-вторых, из-за того, что из-за пандемии множество возможностей в служении просто закрылись, о чем я говорю сейчас, я говорю, например, походы в больницы, в школы, в какие-то учреждения, то многие верующие из-за отсутствия привычного поля деятельности стали немножечко инертными становиться. На фоне этой инертности люди перестают должным образом использовать духовные дисциплины, которые должны являться неотъемлемой частью жизни каждого верующего человека. Плюс ко всему же еще информационное давление. Оно приносит в жизнь нашу определенное состояние накала, состояние страха, состояние переживания. И я скажу, что даже верующим людям свойственно впадать в какие-то депрессии. Экономические потрясения, потрясения, связанные с коронавирусом, плюс все этот накал информационный вводит даже верующих людей в это нехорошее состояние депрессии. Конечно, этого у нас нет. Это где-то там есть, у нас этого нет. У нас все духовно крепкие, духовно стойкие и активные. Но все-таки, понимая опасность этого состояния, я хочу сегодня поднять вопрос духовной лени. Потому что духовная лень, она начинает прогрессировать в сложившейся в наше время ситуации. И почему я поднимаю вопрос именно духовной лени, а не просто лени вообще? Потому что если мы посмотрим, то люди, они не сильно ленивые в наше время. Люди готовы прилагать большие старания, чтобы заработать себе на жизнь, чтобы обеспечить свою жизнь. И люди готовы больше трудиться, люди готовы больше что-то делать. Но если мы посмотрим на духовный аспект жизни людей, то при этом мы можем видеть, что зачастую люди не готовы к тому, чтобы много и активно работать над своим характером. К этому люди почему-то не готовы. Да, финансовую сторону обеспечить своей жизнью все хотят. Но духовную не всегда. Не всегда это происходит. Люди забывают о том, что жизнь верующего человека – это путь преображения в образ Мессии. И это своего рода тоже труд. Духовный труд. Что же такое лень вообще? Если вы забьете это слово в поисковике, то получите ответ, что лень – это отсутствие или недостаток трудолюбия, предпочтение свободного времяпрепровождения, а не трудовой деятельности. Если вы забьете в тот же поисковик «духовная лень», то вот такого четкого определения вы не получите. Конечно, Гугл вам выдаст множество всевозможных мнений. Особенно много об этом говорят православные, потому что лень в православии считается достаточно-таки серьезным грехом. Но если все-таки попытаться сформулировать понятие духовной лени, то я бы сказал, что духовная лень – это отсутствие или недостаток посвящения, нежелание формировать своего внутреннего человека и развитие безразличия к созиданию Божьего Царства. Опять-таки, у нас этого, конечно, нет, но на всякий случай давайте все-таки об этом поговорим. И в Евангелии от Матвея, в 25 главе, мы видим, что Ишуа говорит одну очень интересную притчу. Это вообще такой блок Священного Писания, где Ишуа много говорит притчами. И в 25 главе есть притча о талантах. Я думаю, что многие из вас эту притчу хорошо знают, и я не буду ее полностью читать, а перескажу кратко. Притча рассказывает о том, что один человек, господин, он отправляется в дальнюю страну, и он призывает своих рабов и дает каждому таланты. Одному он дает пять талантов, другому он дает два таланта, третьему он дает один талант. И что мы видим? Что первый, кому дано было пять талантов, приобрел еще пять талантов. Второй, которому дано было два таланта, он приобрел еще два таланта. И оба этих человека, они получают один и тот же ответ от господина, когда тот вернулся. Он сказал каждому, «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». И мы все с вами понимаем, что мы все разные. И Бог наделяет каждого из нас разными дарованиями, как в этой притче, одному пять, другому два. И также у нас разные дарования. Но Писание показывает, что результат нашей жизни будет мериться не количеством наших даров, а тем, насколько мы эти дары будем применять в нашей жизни для созидания Божьего Царства. «Тот же раб, которому был дал один талант, он спрятал его и вернул господину без прибыли. На что услышал слова, «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет, а негодного раба выброси во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов». Такие, скажем, не очень приятные слова услышал тот раб, который не использовал свои таланты, свой талант. Уверен, что из нас с вами никто бы не хотел услышать эти слова, но для того, чтобы их не услышать, нам необходимо исполнить определенные условия. Конечно, мы с вами не любим слушать о каких-то условиях. Мы любим с большим удовольствием слушать о безусловной любви Отца. Да, Бог нас любит, аллилуйя, любит безусловной любовью, и мы готовы об этом слушать. Но когда вопрос стоит об условиях, нам как-то не очень это интересно. Ну, не очень нам хочется это слышать. Но я скажу вам, что безусловная любовь Отца была явлена нам на кресте Голгофы, чтобы вести нас в заветные, в новые заветные отношения. А завет, сегодня, кстати, упоминалось о завете. А завет это что? Это договор, в котором у каждой стороны есть свои обязательства. То есть этот завет, он строится на определенных условиях. Со своей стороны Бог обещает нам спасение и дар вечной жизни. При этом он обещает, что даст нам все необходимое для жизни и благочестия, чтобы мы смогли наш путь спасения совершить. С нашей стороны есть ответственность. То, что он нам дает принять и через познание Бога умножить и применить в нашей жизни, чтобы Бог, он имел прибыль. И притча о талантах говорит нам о том, что каждый из нас имеет свою меру дара от Бога. Каждый имеет свою меру дара от Бога. Тут не написано, что Бог требует что-то от того, кто ничего не получил. Не написано этого. А это говорит, что каждый человек, он получает свой талант, он каждый получает свой дар. Нет человека, который мог бы сказать, у меня нет дара. Я ни к чему не приводен. Если человек такое говорит, то он представляет Бога лживым. Или же он хочет свою ответственность переложить на Бога. Мол, ты не дал мне никакой способности, никакого дара, что ты от меня хочешь. Именно поэтому Ишуа называет человека, который свой талант не использует, он называет его не просто ленивым, он еще называет его и лукавым. И в оригинале значение слова лукавый значит плохой, дурной, негодный, злой. И я скажу вам, что общаясь с людьми, когда ты их спрашиваешь, почему ты не участвуешь ни в жизни общины, почему ты не участвуешь ни в каком служении, то когда ты слышишь ответ, то я скажу вам, понимаешь, что это не что иное, как лукавство. Ой, у меня очень много работы там, или у меня маленькие дети. Но я скажу вам, друзья, что не может быть отговорки, что у меня нет времени, я очень занят. Потому что даже в любой ситуации можно найти время, взять какую-то маленькую ответственность и верно ее исполнять. Мне в этом плане нравится пример братьев, которые служат за границей. Вы знаете, что за границей люди много работают. У нас много, но там больше, нам кажется, что там все радужно и прекрасно. Там надо трудиться, хорошо потрудиться, и люди много работают. Но при этом человек, он говорит, я сильно занят, но я могу один раз в месяц, я беру ответственность, вот то-то, то-то и то-то. И вы знаете, что такой человек, он считается служителем. Потому что во всей своей занятости он находит время, чтобы служить. И он берет, допустим, раз в месяц, два раза в месяц, и исправно это делает. Это служение по мере возможности, по мере своего времени, но это желание человека. Он говорит, я в своей занятости готов это делать. Но давайте вернемся к нашей притче. И сегодня я с вами начал с того, что сказал о контексте. Так вот, дальний контекст нашей притчи, а именно предыдущая 24-я глава, говорит нам о том, что Ишуа предсказывает разрушение храма и вдохновляет своих учеников наблюдать ситуативный контекст жизни, чтобы понимать признаки его прихода и бодрствовать, чтобы быть готовым к этому приходу, к этой встрече с Ишуа. И в 46-м стихе Ишуа использует опять язык притч и говорит, если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем, не скоро придет господин мой. Вот такой один стих, я не буду читать во много. И мы видим, что Ишуа говорит, что если мы не ждем его прихода, то мы являемся какими? Мы злыми. Он говорит, если раб тот зол, говорит, не скоро придет. Если мы говорим, Ишуа не скоро придет, то мы с вами являемся злыми. И в оригинале здесь слово злой значит злой, плохой, вредный. И вы видите, что слова злой и лукавый имеют практически одно и то же значение. И эти слова Ишуа использует, чтобы охарактеризовать человека, который не живет, ожидая его прихода. Человека, который не прилагает усилий, чтобы использовать свои данные Богом ресурсы для созидания и распространения Божьего Царства. Потому что ожидание, Бог под ожиданием его, подразумевает не пассивное ждание. Ожидание Бога – это активное действие созидания себя и созидания того, что тебе дано. И вы знаете, сегодня некоторые христиане очень умные. Мы вообще умные люди. Я всегда удивляюсь, как вот иногда христианин умеет вырвать стих из контекста и под свою идею подставить. И стоять на этом, рассказывать, причем очень-очень серьезно. Мы способные люди. Так вот, эти способные христиане иногда говорят про себя. Они, правда, вслух, они, конечно, вы этого никогда не услышите, но про себя они думают. У меня как минимум еще 5-7 лет есть в запасе. Во-первых, должен храм отстроиться. Во-вторых, ну, за великую скорость там вопросы, но 3,5 года антихрист должен восседать в храме. Поэтому 5-7 лет где-то у меня есть. Поэтому у меня есть еще время, чтобы поправить свой светильник и все-таки начать заниматься служением, которому призван каждый христианин. Ну, такое себе, мягко говоря, назовем это, нет, даже не мягко, назовем это своими именами лукавство. Но давайте опять вернемся к нашей притче и посмотрим ее ближний контекст. Наша 25-я глава начинается с притчи о мудрых и неразумных дел. Опять-таки, верю, что многие здесь сидящие эту притчу хорошо знают. Мудрые девы взяли с собой масло к приходу жениха, неразумные не взяли. И когда пришел жених, то неразумным пришлось пойти это масло приобрести. Но когда они вернулись, то что они услышали от жениха? Не знаю вас. Они тук-тук-тук, жених. Кто там? Неразумные девы? Не знаю вас. Не знаю вас. Интересно, да? После этих слов Ишуа сказал в 13 стихе, как бы подводя итог. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. А бодрствование это не что иное, как полная противоположность лени. Это полная противоположность лени. Поэтому Ишуа предостерегает нас, чтобы мы не впали в состояние духовной лени, потому что тогда мы будем не готовы к Его приходу, который должен нами ожидаться в любое время. Аллилуйя! Мы должны ждать Его прихода в любое время. Я скажу вам, друзья, по поводу тех текстов со временем надо еще понимать правильное их толкование. Все не очень просто, но Ишуа везде он упоминает, что не знаете. Не вычислите вы того дня, не вычислите вы того времени, придет он неприметно, совсем по-другому, как мы этого ожидаем. При этом также важно очень отметить, что эти две притчи они показывают нам два ключевых направления нашего духовного развития или роста ведущих во спасение. Первое направление это наше личное наполнение, которое мы видим на примере притчи о десяти девах, где говорится о том, что нам необходимо всегда иметь при себе масло. Масло это что? Прообраз чего масло? прообраз Духа Святого, то есть нам необходимо всегда иметь эту связь, эту близость, эту наполненность от Бога, нам надо быть с Ним соединенными вместе. Второе направление это наши плоды, которые мы умножаем или приобретаем в процессе нашего служения. И тут под прибылью подразумевается результат нашего использования своих дарований, которые должны принести в процессе нашего жизненного пути каждый из нас. Но давайте теперь посмотрим, с чего же все-таки начинается духовная лень. Я скажу вам, что опыт моего служения показывает, что не бывает такого, чтобы духовная лень появилась на ровном месте. Не бывает. Знаете, вот человек живет так активной духовной жизнью, у него есть личное отношение с Богом, он изучает Писание, он в служении, потом бах, все. У меня лень, ничего не хочу делать. На ровном месте, такое бывает, но на ровном месте такое не происходит. У духовной лени всегда есть основание. Если мы посмотрим Священное Писание, то во время своего земного служения Ишоа часто очень связывал бодрствование с молитвой. Он связывал бодрствование с молитвой. Апостол Петр, понимая, спасибо, апостол Петр, понимая, слова Мессии, тоже говорил в 1 Петра 4 главе в 7 стихе. «Итак, будьте благоразумны». Он говорит, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Он призывает нас с вами, он говорит, не просто, ребята, я прошу вас, бодрствуйте. Он говорит, будьте благоразумны, это вам надо, это очень важно, бодрствуйте в молитвах. И когда человек перестает искать встречи с Богом в молитве, то получается, что он перестает быть бодрствующим. В его жизни начинает развиваться это состояние духовной лени. Сегодня часто люди в церкви забывают, что одним из ключевых действий, связанных с жертвой Мессии на кресте Голговой, это стало, это было то, что мы стали с вами способными искать Бога. Потому что во грехе мы были не способными искать Бога. Это то, что грех принес в жизнь человека. Неспособность, нежелание искать Бога. Нежелание. Поверьте, что когда мы были во грехе и ходили там может быть раз в год в церковь, это было нежелание искать Бога. Это было желание заполнить нишу духовной пустоты, но это нежелание искать Бога. Искать Бога мы сами не могли. Пока бы Дух Святой не коснулся нашего сердца, мы бы ничего не сделали. Он коснулся сам нашего сердца, и мы захотели увидеть, не захотели, а смогли увидеть Его. Халлелуя. Друзья, благодаря крови еще сокрушается вот эта вот стена, стоявшая между нами и Богом, чтобы мы захотели иметь отношение с нашим Небесным Отцом и смогли эти отношения иметь. И Давид, будучи вдохновленным от Духа Святого, раскрывает сердце самого Бога в 26-м Псалме, 8-м стихе. «Сердце мое говорит от тебя», говорит Давид. «Сердце мое говорит от тебя. Ищите лица моего». Бог желает, чтобы мы с вами искали Его в молитвах. Это основание христианской жизни. Это основание жизни в Ешу. И в 1-м Паралипоменон, 16-й главе, 11-м стихе, тот же Давид говорит слова, когда первый раз в жизни дает псалом для словословия Господу. Он говорит, «В защите Господа и силы Его, не ищите непрестанно лица Его». Ищите непрестанно лица Его. И когда люди перестают это делать, то в них начинает развиваться состояние духовной лени, потому что отсутствие связи с Богом, оно делает совершенно бесполезными все другие практики духовные. Бесполезными, друзья. Когда человек перестает искать личных отношений с Богом, то в его жизни начинает развиваться состояние религиозности. Потому что без связи с Богом на личном уровне все остальные, пусть и правильные действия, они будут или способами самооправдания, или самоуспокоением, что у меня с Богом все хорошо. Бог, я хожу на все собрания, я читаю Священное Писание, я участвую даже в служении. Это то, что необходимо мне делать, чтобы совершить мое спасение. Это правильные действия. Но знаете, что если быть в отрыве от Бога, то можно услышать, «Истинно говорю вам, не знаю вас». Потому что Господь Ишуа, Он пришел на эту землю, чтобы восстановить наши отношения с Богом. Не восстановить нас в состоянии причёсанного христианства, а восстановить нас в состоянии отношений с Богом, с близости с Богом. Помните, что было до грехопадения? Адам разговаривал с Богом в прохладе дня. Бог говорил с Адамом, потому что, будучи любящим отцом, Он хотел иметь с Ним отношения. Он создал человека, чтобы иметь с Ним отношения, чтобы потом в этих отношениях самому научить его и помочь ему исполнить то предназначение человека, которое было заложено от него, от начала. И Бог хочет говорить с тобой и со мной. Он хочет этого. И если ты будешь это делать, то тебе захочется тогда наполняться от Его источников. То есть тебе не надо будет заставлять себя что-то делать. Тебе не надо будет заставлять себя читать Слово Божие. Потому что ты будешь ожидать чтения, как раз ты будешь в чтении ожидать, что Бог будет говорить с тобой. Ты будешь ожидать познания самого Бога и Его воли, а не просто знания о Боге. Ты будешь ждать, что Бог через Слово Божие, Он будет говорить тебе, отвечая на твои жизненные вопросы. Аллилуйя! Но если ты обленися и не будешь бодрствовать, то ты не избежишь беды. Тебе не поможет ни твое знание священного писания, ни твое участие в служении, ни твоя форма даже причесанного, как я сказал, христианина. В книге Откровений в 3 главе с 1 по 3 стих написано «И ангелу сардийской церкви напиши, так говорит имеющий семь духов Божьих и семь звезд. Знаю твои дела, ты носишь имя Мое, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом Моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь сейчас, который найду на тебя. Очень серьезное предупреждение. Если не будешь бодрствовать, я найду на тебя как тать. Другими словами, Дух Божий говорит, если ты впадешь в состояние духовной лени, то ты не будешь готов к Моему приходу. Если ты впадешь в состояние духовной лени, ты не будешь готов встречи с Ешуа Мессией. Поэтому Рав Шауль, понимая глубину проблемы духовной лени, говорит в послании к евреям в 6 главе с 11 по 12 стих. Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование. То есть, Павел говорит, что если мы хотим иметь надежду нашего спасения, то нам крайне необходимо быть верными до конца. Нам важно не допускать в свою жизнь состояние духовной лени, потому что духовная лень, она лишает нас надежды на Бога, и она лишает нас надежды на будущее, потому что если мы не ждем Ишуа, поверьте, что даже если он не придет, то не ждущее его сердце, оно станет каменным. Нельзя сказать, я же говорю, мы сегодня очень умные, Ишуа не скоро, мы говорим о последнем времени, это не последнее время еще, а может и последнее, но мы где-то в глубине души думаем, что все-таки может меня пронесет. Друзья, вопрос тут не времени, вопрос состояния сердца. Сердце, не ожидающее Бога, оно будет ленивым, лукавым, а значит злым. Так говорит Божье Слово. И знаете, в чем опасность духовной лени для нас? Она приводит к духовной деградации. Это состояние, когда человек перестает понимать Божий замысел для своей жизни. Это такое состояние, когда человек становится неспособным слышать и правильно реагировать на его Слово. Из-за духовной лени дети Божьи перестают расти и начинают страдать духовным рахитом. Знаете, что такое болезнь рахит у детей? Из-за дефицита кальция и фосфора у детей начинается нарушение формирования костных тканей. Ихние кости начинают размягчаться, деформироваться, а иногда даже ломаться. Знаете, что такое болезнь рахит у детей Божьих? Это состояние, когда из-за духовной лени у детей Божьих начинает останавливаться процесс духовного роста. И это приводит к тому, что стержень их веры начинает становиться мягким. И порой это приводит к тому, что эта размягченная вилра, она ломается. Именно поэтому Рав Шауль в послании к евреям в пятой главе, утверждая первосвященство Мессии по чину Мелохиседека говорил с 11 по 14 стих. О сем надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковывать, потому что вы сделались неспособны слушать, ибо судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слово Божие, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий питаемым молоком не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственно совершенным, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. И это Павел, он говорит евреям, которые по идее уже должны были иметь в себе твердое основание Слова Божьего. Но выбор в сторону религиозно обрядовой жизни вместо живых отношений с Богом, который предлагал им Новый Завет, он и привел их к тому, что время их духовного роста остановилось, и они вместо того, чтобы быть учителями, стали духовными бладенцами. Но Бог ожидает от нас с вами, чтобы мы стремились к совершенству. И цель жизни каждого из нас и всего тела Ишоа Мессии, чтобы мы бодрствовали и духовно возрастали. Причем возрастали в двух направлениях. Первое направление это личный духовный рост. Второе направление это приобретение прибыли для Бога, то есть наше с вами служение. Именно поэтому тот жираф Шауль в послании к Ефесянам он раскрывает цель жизни Божьего народа. Ефесянам 4 глава 13-14 стих. Да коли все придем в единство веры и познание Сына Божия в мужа совершенного в меру полного возраста Христова, да мы не были более младенцами колеблющимися и увлекающимися всяким ветром мучения по лукавству человеков по хитрому искусству обольщения но истинно любовью все возвращали в того который есть глава Машиах Бог не хочет чтобы мы с вами были духовными младенцами Он хочет чтобы мы были мужами и женами Божьими Он хочет чтобы мы возвращали а в оригинале написано умножали то что Он нам уже дал но для этого мы не можем себе позволить допустить в свою жизнь духовную лень потому что духовная лень она приведет тебя или к религиозности или к духовной деградации или даже к смерти Бог желает чтобы мы были теми кто на ответ Его посвящение нам которое Он явил для нас как Мессия было наше с вами полное посвящение Ему наше посвящение это ответ на Его посвящение из чего же начинается это посвящение друзья а начинается оно с искания Божьего лица с искания Божьего лица когда для нас с вами становится очень важным Его присутствие когда мы начинаем этого присутствия искать везде в своих личных молитвах на собрании когда мы изучаем слово везде нам надо присутствие Божье нам нужен Бог нам нужна Его близость потому что мы не можем понимать даже Писание если он не коснется нашего сердца мы не можем посмотрите мы видим столько толкований которые вообще в отрыве от реальности и которые говорят христиане которые имеют степень какого-то образования но они в отрыве от Божьего замысла потому что эти понимания приходят через разум а не через откровение Духа Святого и нам надо близость с Богом нам надо всегда иметь это масло потому что нам нужен Бог который будет открывать нам слово свое истину свою реальность свою для этого времени для нашей жизни для всякой ситуации Бог хочет чтобы состояние нашего сердца было как у Давида который говорил в 62-м псалме мы сегодня пели этот псалом Боже Ты Бог мой Тебя от ранее зари ищу я Тебя жаждет душа моя по Тебе томится плоть моя в земле пустой и сохшей и безводной чтобы видеть силу Твою и славу Твою как я видел Тебя во святилище Тебя жаждет душа моя можем ли мы сказать сегодня Богу Тебя жаждет душа моя можем ли мы сегодня сказать что мы хотим видеть Твою силу и Твою славу вы знаете друзья сегодня христиане пришли многие к тому состоянию что им уже не важно видеть силу и славу Бога мы привыкли к тому что чудеса становятся редкими но сократилась ли сила Божья не сократилась жажда наша сократилась жажда сократилась христиан поэтому сила его не является нам надо возжаждать его его силы его славы нам надо возжаждать его лица аллилюя именно это состояние оно сделает твою жизнь яркой и живой живым в Боге должны быть мы живыми не полуживыми издыхающими мне бы как некоторые говорят мне бы в Царство Божие хоть попасть там с краешку не получится этого Бог собирает свой народ живой живой наполненный силой наполненный знанием Бога но для того чтобы быть нам в таком состоянии нам надо бодрствовать необходимо стоять в молитвенной жизни ища Божьего лица ища его присутствие мы не можем довольствоваться молитвой до потолка и обратно нам нужна молитва которая достигает небес молитва которая достигает сердца самого я скажу вам друзья что в своей молитвенной жизни я если не переживаю с Богом молитв Бога в молитвах я вообще перестаю что-либо просить я если я не чувствую Бога я говорю Боже мне ничего не надо я хочу тебя почувствовать мне лишь это надо потому что какой смысл этой молитвы если ты вышел сделал то что нужно сделать и ушел если ты не встретился с Ним и с Его славой нет смысла друзья в этом нам необходимо стоять в изучении священного писания а это значит что для меня недостаточно сегодня прочитать свой план чтения и успокоиться нам важно услышать что Бог сегодня хочет проговорить в мое сердце а если ты прочитал священное писание и ничего не понял ничего не получил то не будь ленивым не ленись возьми почитай комментарии возьми поизучи оригинал текста но не будь ленивым остановись и помолись чтобы Бог через слово свое Он говорил тебе потому что нет смысла в том что ты прочитал и ничего не понял да ты станешь может быть знающим что-то может быть твое мировозы кругозор в отношении священного писания он увеличится но от Бога ты не переживешь с Ним встречи ты не получишь это слово которое приносит твою жизнь в твою жизнь а тебе надо это слово животворящее которое будет откровением твоим оживлять тебя и двигать тебя по этой жизни друзья очень важно когда мы слышим слова Бога который Он говорит нам через священное писание еще молиться о том чтобы мы увидели сферы своей жизни чтобы это слово еще и применить потому что к сожалению мы очень много знаем мало применяем толковать ли мы хорошие вопрос применения применяем ли мы его в нашей жизни друзья нам необходимо стоять в служении а для того чтобы в служении стоять нам надо для начала его иметь очень важно его иметь это служение пусть это будет малая часть в теле мессии но ты можешь сказать я несу эту часть я беру на себя эту ответственность это жизненно необходимо взять ее и верно исполнять и знаете что я скажу а когда ты будешь ее исполнять ты обязательно устанешь сказать пастырь вдохновил но знаете что я хочу сказать что когда ты устанешь если ты будешь иметь отношение с Богом если ты будешь иметь познание священного писания то ты вспомнишь слова которые говорил Ешо в Евангелии от Луки кто из вас имея раба пашущего или пасущего по возвращении его с поля скажет ему пойди скорее садись за стол очень часто мы в служении хотим чтобы нам сказали я пастырь устал или я устал а тебе пойди скорее садись за стол мы ожидаем этих слов но что говорит Ешо Ешо говорит напротив не скажет ли ему приготовь мне поужинать а подпоясавшись служи мне пока буду есть и пить и потом ешь и пей сам станет ли он благодарить раба всего за то что он исполнил приказание и отвечает не думаю так и вы когда исполняй исполните все повеленное вам говорите мы рабы ничего не стоящие потому что сделали то что должны были сделать поэтому когда ты устаешь служение ты можешь сказать себе я делал я раб божий я посвятил свою жизнь на служение и я делаю это потому что я должен это делать потому что мой Бог он дал мне талант чтобы я этот талант свой умножил и чтобы он имел прибыль и я хочу быть верным любящим и бодрствующим рабом сегодня мы нуждаемся в этом решении чтобы быть верным и бодрствующим рабом мессии каждый из нас и я попрошу группу прославления выйти мое послание подходит к концу и сегодня я хочу призвать всех нас с вами к бодрствованию к бодрствованию я хочу призвать всех нас молиться чтобы всякая духовная лень она была удалена от нас я хочу сегодня молиться чтобы мы были живыми в господи живыми наполненными его знанием личным познанием наполненные пониманием его воли и чтобы каждый из нас ожидал его пришествия каждую минуту нашей жизни что было первоапостольской церкви почему они шли так быстро легко и просто на смерть за мессию потому что они ожидали его прихода потому что они ожидали его прихода и они понимали что мне держаться за свою жизнь когда Ишуа вот-вот придет живем ли мы с вами так живем ли мы ожидая его прихода Аллилуйя я думаю что Дух Божий вдохновляет нас жить таким образом давайте встанем на наши ноги Аллилуйя и будем молиться я очень верю что Дух Божий не я не я я ничего не сделаю служителя порой пытаются сказать какое-то слово чтобы оно коснулось сердца но слово если не будет приправлено Духом Святым ничего не изменит но я очень верю что Дух Божий сегодня будет говорить в ваши сердца Дух Божий говорит и в мое сердце утверждая меня в том служении которое я несу и я хочу чтобы Дух Божий он утвердил вас в вашем бодрствовании обвинувши бешимая отец небесный Божий я благодарю тебя за то что Божий на кресте голгов и ты явил для нас то что мы стали способными искать твоего лица за то что мы стали способными иметь отношение с тобою бог мой я благодарю тебя за то что твой дух святой он говорит нам я благодарю тебя за то что твой дух святой он ищет близости с нами господь я прошу тебя святый израиль чтобы ты благословил всех нас быть теми людьми которые ищут лица твоего чтобы ты благословил нас быть бодрствующими чтобы ты благословил нас быть живыми Господь, чтобы каждый из нас он был посвящен Тебе всецело. Боже, чтобы не было среди нас без участного человека, который не хочет брать ответственность на себя, но чтобы каждый из нас ту часть дара, которую Ты возложил на нас, применил и имел прибыль Божия. Да не будет среди нас человека, не имеющего прибыль, но да, Боже, умножаем мы наши дарования и наши таланты для созидания Царства Твоего. Аллилуйя. Дух Божий, я прошу Тебя, формируем в нас посвящение во имя Ишуа Миссии.